Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ксения Шереметьева. В эфире Первого канала стартовали теледебаты кандидатов на пост президента Российской Федерации. Вот только вектор такой дискуссии пришелся кандидатам не по душе. Они раскритиковали формат дебатов, сравнив его со школьным уроком и пожаловались на то, что им не дают дискутировать друг с другом. Между тем, Владимир Жириновский отвечал на важные для страны вопросы о том, что основная задача главы государства – это внешняя политика. Также лидер партии яро критиковал работу своих оппонентов. Давайте посмотрим, как это было. Фрагмент участия Владимира Жириновского в дебатах. Владимир Петрович, ваше время, пожалуйста. Вы видите, вот семь человек стоят и несут всякую чушь. Опять богатая страна, внутренние вопросы. Ну ничего не соображают. Русский вопрос я поднял ЛДПР. Теперь Бабурин цепляется с заднего вагона тоже. То был коммунист, интернационалист. Сейчас русский выбор. Что такое русский выбор? У нас сотни других народов. Значит, Бабурин против всех народов. Его интересуют только русские. Завтра будет в стране гражданская война. Здесь тоже, Павел Николаевич, опять то же самое всё. Ну, так же нельзя. Всё ваше богатство, дорогая подмосковная земля. Сто километров от вас нищета. А вы её, эту землю, сдаёте в аренду. Вы ничего не делаете. Эта барышня 10 лет голову уморочила. Это передача «Дурацкая. Дом-2». Полный разврат. Теперь она кого-то вспоминает, кто-то кого-то где-то за что-то ущипнул. Это вам в психушке нужно лежать, Собчак. Они здесь стоят, кандидатом. С вашим ЛДПРовцем происходит. Явлинский говорит, 160 миллиардов мы простили. Да это не деньги были, Явлинский. Это помощь друзьям нашим. Оружием это не деньги. У нас полные склады оружия. И можно ещё давать на 100 миллиардов и ещё. Это нам никакого ущерба не наносит. Надо обмануть всех. Была программа приватизация. 500 дней. За 5 тысяч дней никакой приватизации не произойдёт. Приватизация вообще была преступна. Она была не нужна. Нам нужно было оставить наш мощный госсектор. Это Титова стоит. Гемотокс и тоже. Политолог, как сказать. Девушка гуляет, шляется Титов. Максим, ты прав. Но нету Сталина. Назад мы не пойдём в средние века. Но расправиться с пятой колонной, вашим коммунистическим отрядом, мы поможем. Чтобы не было пятой колонны здесь. Явлинского не было. Собчак не было. Грудинин. И Бабурин. И русский, чтобы не было. Нет, русские есть. Только о русских нужно вспоминать в 91-м году, когда я один стоял на манеже. А вы, Верховный Совет, всё предали в 91-м году. Владимир Жириновский провёл встречу с представителями иностранных СМИ. Политик ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, какой должна быть внешняя политика России. Жириновский уверен, что наша страна должна сотрудничать с другими государствами, выстраивая взаимовыгодные отношения, а не дружить, раздавая свои земли и прощая кредиты. Подробности в нашем сюжете. Президент, имущество за рубежом, деньги за рубежом, деньги за рубежом, статус у родственников, как он называется, они еще не граждане, гид на жительство. Гид на жительство есть. Дети его. И обманывают. Это недопустимо. Ему нельзя оформить доказательные работы. У нас есть закон об службе, гражданской службе. Так вот, не подходит для того, чтобы быть принятым на гражданскую службу. По пяти-шести параметрам. В армию не служил. Но коммунисты для этого служил. И полковник. Ну, в надую врут. Обманывают. Это их право. Наше право, значит, разоблачать. Так вот, позиция ЛГБ. Самая такая важная, нужная для России и для всего мира. Мы центрическая партия. Мы не левые и не правые. Вот, в Украине есть правый сектор. Во Франции есть национальный фронт. Какие-то еще правые партии. Мы не правые партии. И ни в коем случае не левые. И наше центристское направление уже 30 лет. Оно необходимо сегодня миру. Этого центризма. Чтобы не было радикализма никакого. Экстремизма. Мы не желаем ни нацизма, ни коммунизма, ни расизма, ни авторитаризма. Так сказать, вот, демократия, конституция, законодательство. У нас президентская республика. В перспективе мы когда-нибудь мы парламентской перейдем. Но пока достаточно того варианта, который есть. Россия требует определенного формата централизации территории. Почему? Потому что мы 100 лет внутреннее отделение имеем по национальному признаку. Таким государственным отмиренем. Это требует централизации. Дважды Россия пошла по пути резкого усиления демократии. Когда к власти пришли такие вот силы чисто демократические. Такого плана. Значит, лево-демократического, кстати. Ну, страна был трон. 17-й год. Потом это повторилось в 91-м году. И опять крушение. Как государство. Если бы ЛДП была в 17-м году, мы, возможно, смогли бы удержать ситуацию по центру. Или в 91-м году. Мы уже были. Я уже в 91-м году был кандидат в президенты. Занял третье место. Получил 8%. Но уже не имели необходимой мощи. Поэтому за эти 100 лет для политической жизни России не хватало вот такой центристской партии. Есть немножко консерватизма. Есть у нас патриотизма. Но с либерализмом. Но ни в коем случае ни социализм, коммунизм, ни нацизм, расизм и так далее. Пожалуйста, давайте вопрос. Потому что я могу долго во всем. Верний Владимир Владимирович. Это испанская газета АВС. У вас какие ожидания на ДИБУ? Какую правду можно вывести? Это делается результат. Ну, конечно, к кремлевскому кандидату, как и в любомстве мира, всегда, как говорится, есть 30% поддержки, независимо от ситуации в стране. Это все бюджетники, служащие, кто в поборах. И если есть какие-то успехи, во внутренней внешней политике он может добавить еще. Будет 40%, 50%. Но есть другая часть общества, которая недовольна. Их в стране от 40% до 60%. Естественно, я рассчитываю на них. Здесь конкуренты у меня только могут быть левые. Грудинин пошел в город КПРФ идет. Побурин тоже коммунист бывший. И Сурайкин коммунист, и Явлинский коммунист. Путин был коммунистом. То есть я не Собчак Динди, дочь коммунистов. То есть из 8 человек я единственный никогда не был связан с коммунистами. С социалистами. С левыми. Хотя я всегда понимаю, нужна поддержка малоимущих граждан, которым тяжело жить, обязательно им помогать. Но сама идея социализм-коммунизм, она развращает идеи. Когда они предлагают рыбу, она предлагает удочку. Рыбу съели, все, и страны нету. 17-й год. Рыбу съели, страны нету. 91-й год. А если бы всем помогали приобрести удочку, все понимают переносный смысл. То есть не мешать работать. А мы продолжаем. Владимир Жириновский прочитал лекции учащимся социологического факультета МГУ. Проанализировал со студентами необходимость проведения дебатов между претендентами на главный пост страны и рассказал об основных правилах предвыборной дискуссии. Владимир Жириновский является профессором социологического факультета МГУ, часто читает лекции, собирая полные залы. В этот раз Жириновский говорил о важности образования в стране и затронул не менее важную тему – предстоящие выборы. Подробнее в нашем сюжете. Добрый день. У нас завтра 1 марта уже. Я всегда люблю первые числа. Как-то вроде начало чего-то. 28-й сегодня не самый лучший вариант. Ну, конечно, лучше всего нам с вами обсуждать темы, которые ближе вам. для восприятия, понятны. Но, наверное, пристали, другие сидели. Меня это не волнует, что люди, не казармы, взять, не скакивать или еще. Ну, какой-то порядок, может быть, есть у вас. Я помню, в школе мы всегда вставали, когда учитель входил в класс. Но, повторяю, это не обязательно. Может быть, у нас же сегодня модна цифра. Цифра в экономике. Цифра и в демократии, может быть, и цифра в обучении. То есть, главный элемент цифрового обозначения – это уход посредников. Ибо из-за посредников все процессы ухудшаются. Вот если посмотреть, что в мире происходит. Какое стремление сегодня у человечества? К упруглению государства или, наоборот, к дроблению? Ну? К дроблению. От Урала до Север, на Хамбиск, Нурманск. Сколько уже строится? Не знаешь, правильно? Я сам недавно узнал. 120 лет. То есть, еще в 1912 году царь дал указание. Давайте построим. И вот только сейчас будет какой-то завершающий этап. То есть, чтобы решить большие задачи, надо, чтобы было большое государство. Что это означает, большое государство? Большие деньги. Потому что они аккумулируются, собираются. Порядок. То есть, тоже единый порядок на всем пространстве. Вот, если взять пример интеграции Китая. Какую они придумали модель сейчас, для того, чтобы привязать к своей экономике другие страны? Какую модель? О чем это речь? Ну? С транспортом связано, подсказываю. Ну, говори громче. Кто там сказал? А это кто? Николай Александрович? Нет, это студент. Она? А голос мужской. Да, видишь? Хотел меня обмануть. Вранзвежда. Да, да. Значит, вот, шоу выходит, а в древние времена из Китая на верблюдах, на лошадях везли товары, изготовленные там, через всю Азию, в Европу. А в древние времена из Китая на верблюдах. Да. Вот, шоу выходит, а в древние времена из Китая на верблюдах. А в древние времена из Китая на верблюдах. А в древние времена из Китая на верблюдах. А в древние времена из Китая на верблюдах.